Станция скорой помощи Владивостока к своему столетию получила еще два новых автомобиля. За последние пять лет автопарк обновился почти на 48%. Губернатор края на торжественном собрании с коллективом станции озвучил новые меры поддержки. Сейчас принято решение по этапному повышению заработной платы водителям скорой помощи, начиная с октября. С января мы ее увеличим с тем, чтобы на руки люди получали уже достойную заработную плату. Это 90 тысяч рублей будет. То есть у нас сейчас стоит задача по увеличению непосредственно количества бригад скорой помощи. То есть стоит задача увеличить их до 40 на первом этапе, там в дальнейшем довести до 50, до 60. Сегодня станция скорой помощи оснащена современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате учреждения трудятся 677 сотрудников. Ежедневно операторы скорой помощи принимают около 350 вызовов. Олег Кожемяка поздравил медицинских работников с юбилеем и вручил почетные грамоты и благодарности от губернатора Приморского края. Безусловно, для всех жителей нашего края работа скорой помощи является, наверное, важнейшим инструментом по спасению жизни человека. Это скорости доставки больного, скорости прихода врача в дом нуждающимися. Зависит жизнь, зависит отношение к работникам здравоохранения. Вы сталкиваетесь с самыми сложными проблемами, потому что любой экстренный вызов – это, скажем так, чрезвычайная ситуация для каждой семьи. Глава региона поручил проработать вопрос о выделении отдельной бригады скорой помощи для ЖСК «Остров» на острове Русском. Также, по словам Олега Кожемяка, следует запланировать в 2024 году и расходы на приобретение новых машин для службы. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.